Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на мои красивые брюки спортивные белого цвета и перед вами закончим все-таки тему Давайте ближе к вам. Наклеено у нас защитное бронированное стекло на макет айфона 6, в руках у нас молоток и сегодня попытаемся с помощью этого молотка разбить, с какого удара все разобьется. Конечно же на макет здесь под стеклом защитным пластик, но все-таки мы посмотрим с какого удара. И не совсем объективно все это будет действие, но мы с вами посмотрим сколько ударов и выдерживают ли удар. Может быть попробуем попрыгать на этом стеклышке своим собственным весом. В общем это новое видео на канале Gadgetmania. Летние эксперименты. Начало. Поехали! Итак, давайте первым делом, наверное, положим дисплей. Дисплеем вверх и я попробую, наверное, наступить пяткой и надавить всем своим весом, стоя на одной ногой. Как это все, ветер, но запишется, не запишется. В общем я постоял, просто собственным весом постоял и показываю вам, что в принципе ничего не случилось. Все то же самое, только теперь я попробую, наверное, прыгнуть. Мы не знаем как вообще делать этот формат. Интересно вам смотреть на мою лицо или нет. В полный рост, в полный рост. В общем давайте. Прыднул, ничего. Прыднул, опять ничего. Что ж, стеклышко пока выдерживает. Никаких трещин оно, соответственно, не получило. Давайте попробуем. Макет все-таки, наверное, разлетится. Не знаю, ронять, не ронять. С небольшой высоты попробуем его уронить. На бок упал на торец, ничего не произошло. Все то же самое, только я попробую уронить на стекло. Ничего. Теперь это все то же самое, только попробуем уронить. А нет, смотрите. Трещинка. Сейчас положу молоточек. Трещинка вот в этом углу. Вы ее видите или нет? Поставьте на паузу. Вот здесь вот первая трещинка после того, как дисплей, и вторая вроде, да, вторая трещинка есть. После того, как дисплей телефона, дисплеем вниз упал с высоты 50-70 сантиметров. Давайте попробуем теперь дроп-тест с высоты кармана. Это, наверное, метр. Я такой иду и типа пытаюсь положить в карман. Трещинка. Трещинка. Трещинка падает. Падает он у меня. Ничего не разбивается. Смотрим. Ничего не разбивается. И теперь третий эксперимент. Я попробую его уронить с высоты кармана. Самопроизбольно. Раз, два, три. Тоже, в принципе, ничего не произошло. Вот так вот. Ничего не треснуло. То есть пока стеклышко не выдержало падение лицом вниз, скажем так, с высоты 70 сантиметров. И самое интересное, это, наверное, удар. Вот у нас есть такой небольшой молоток. Мы попробуем один раз ударить. Средний, со средней нагрузкой, скажем так, со средней силой. Удар молотка. Прямо посерединке. Вы видите, что стекло треснуло. Но при этом я более чем уверен. Во-первых, мы не можем провести эксперимент в чистом его виде, потому что у нас под стеклом пластик, а не тачскрин настоящего телефона. И у нас есть воздух под этим стеклом. То есть, соответственно, оно наклеено не совсем правильно. Но, к сожалению, на новом телефоне мы проводить этого не будем. Может быть, в дальнейшем будущем на какой-нибудь ненужной нам модели. В общем, от одного удара молотком стекло выдержало. Но я думаю, что сам дисплей под ним был бы цел. Давайте теперь ударим с еще большей силой. Все то же самое. Только бьем в другое место. В принципе, ничего не изменилось. Все произошло точно так же. Соответственно, дисплей у нас цел. Само защитное стекло повреждено. И третий раз мы ударим. У нас есть вот здесь еще. Мы убили вот этим простым местом. Сейчас попробуем остреем ударить. Вот в этот угол или в этот угол. В общем, место, где у нас еще есть возможность, скажем так, ударить. Уйдем. Бьем раз. Бьем два. Бьем три. Бьем четыре. Ударили четыре раза. Тоже оставляет следы. Стекло, в принципе, выполнило свою функцию. Сейчас мы его попытаемся отодрать. Если у нас это получится, мы сейчас попытаемся его отодрать. И покажем, повредился ли сам дисплей. На дисплее есть вмятина. Скорее всего, на вашем телефоне она появилась бы тоже. Но удар молотка это довольно-таки сильная нагрузка на телефон. От удара вот здесь вот есть вмятинка. Поэтому я думаю, что больше вмятин никаких нету. Я думаю, что у нас все остальное, в принципе, выдержало. Само стекло выглянет следующим образом. Оно, мне кажется, не прошло проверку. Ну, с другой стороны, это предвзятое отношение. Поэтому я думаю, что не прошло проверку. По моему, скажем так, рейтинг. Рейтинг, гаджетомани. Защитное бронированное китайское стекло среднего качества не прошло проверку на удар молотком. А китайцы еще говорят, что они пуленепробиваемые. Вот теперь вам точно вся правда о защитных бронированных стеклах. Ставьте этому ролику большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте наше видео. Проходите по ссылкам в описании. Снимайте нашу ВКонтакте. Подписывайтесь на нас в Инстаграм, Твиттер и во все наши социальные сети. Какими вам будет удобно. Всего доброго. Пока-пока.